Потому что даже если удастся на какое-то время там замять, подавить, там растворить уличную стихию, в стране будет парламент абсолютно нелегитимный. И все это будут знать. И те губернаторы, которые получали задания по процентам, и те люди, которые сидят в этих парламентах, будут знать, что народ их не выбирал. В этих условиях проводить реальные реформы невозможно. Именно эта беда развалила Советский Союз, когда был парламент выборный при КПСС, Верховный Совет Советского Союза. И к 1991 году никто, никто не верил, что это легитимный парламент. Вот в чем проблема. Власть должна быть легитимной. И по этой причине выборы должны быть честные, должны доверять, что это они, избрали этих людей. Единственный возможный компромисс выглядит так. И мировой опыт таких компромиссов миллион раз происходил. Когда власть перегрела ситуацию и сформировала явные легитимные органы власти. Сплошь и рядом было. В куче стран, европейских, азиатских годов. Есть оппозиция уличная, лидеры которой доказывают, что в состоянии вывести на улицы десятки тысяч людей. Они должны сесть за стол переговоров и договориться о принципах выхода из этой ситуации без крови, без революции, без мордобоя. Если это не происходит, если побеждает любая из сторон, это катастрофа для страны. Если побеждает уличная стихия, не дай бог, люди начинают там, не знаю, громить полицейские участки, это катастрофа. Если побеждает это, лидеров там убирают в тюрьму, прячут надолго, это тоже катастрофа. Потому что этот парламент и это правительство, сформированное этим парламентом, не сможет провести реформы необходимой стране. У них политического маневра никакого не будет.